Сегодня у нас с тобой такая подленькая тянка, потому что лично я терпеть не могу эту особенность на своем лице. И это, ты не поверишь, это нависшее веко. Будем учиться краситься. Я искренне завидую женщинам, у которых классное пространство над ресничным краем. Они могут рисовать себе любые стрелки, и по утрам им не нужно танцевать и делать из себя адекватного человека, а не китайского пчеловода. Я не такая, поэтому все мои макияжи так или иначе прячут мою особенность, а именно нависание верхнего века. Если ты замечала, то у меня даже немножечко по-разному сейчас расположена складка века. Вот этот глаз идеально красивый, у него уже классный турбор кожи. С этой стороны бровь и глаз чуть-чуть более нависший. Но с помощью макияжа, как с помощью макии, это можно прятать, и я тебе про это расскажу. Для себя, как для визажиста, я делю три категории нависших веток. Первая категория — это нависшее веко в сочетании с высокой посадкой бровей. Это как у Джиджи Хадид, как у Дакоти Джонсон, ну и как и у прекрасной Ирины Лобашовой. То есть это когда у тебя достаточно большое пространство от ресничного края до бровей, но при этом достаточно объемная складка века. На самом деле, с точки зрения нависшего века, это самая удобная форма для макияжа, потому что здесь ты можешь растушевывать в бровь и тем самым прятать нависание. Менее удобный вид нависшего века — это нависшее веко в сочетании очень низкопосаженной бровью. Такую посадку века мы можем встретить у коренной Нижегородки Натальи Водяновой, у Джоннифер Лоуренс, у Блейк Лаври. И все это характеризует то, что у вас небольшое расстояние между ресницами и бровями. То есть в этом случае вам нужно очень аккуратно работать с тушевкой глаза для того, чтобы нивелировать это нависание, при этом случайно не схлопнуть и без того маленькое расстояние от ресниц до бровей. И третий вид нависшего века — это возрастное нависшее веко. Про работу с возрастным макияжем я уже снимала целых два подробных видео, которые ты можешь найти на моем канале. Я даже специально выделила для них отдельный плейлист, и сейчас где-то над моей головой появляется ссылка для перехода. В чем особенность возрастного нависшего века? Во-первых, это нарушенный птоз и тургер кожи, то есть, грубо говоря, когда твои веки напоминают дряблую тряпочку или сдутый воздушный шарик. Во-вторых, к сожалению, с возрастом у нас из-за нарушения тургера кожи очень многие текстуры на веках становятся еще более заметные, поэтому там есть тоже маленькие фишки и нюансы, про которые я расскажу и сегодня, и про которые я уже рассказывала в блоке про возрастный макияж. Ну что, поехали! Будем учиться делать классный макияж для нависшего века. И первый секрет в работе с новейшим веком — это правильное использование консилера. Во всех видео я рекомендую наносить консилер в зону активного синяка. Это чаще всего у нас внутренний уголочек глаза, переходящий в переносицу. Но когда мы работаем с новейшим веком, бывает такое, что кожная складка, либо кожный капюшон, немножечко тянет наш взгляд вниз. И для того, чтобы нивелировать эту особенность, нам нужно с помощью консилера построить восходящую линию. Для этого сейчас я взяла светлый консилер и простроила такую восходящую линию точечками, которые мягко потом затушевала. Таким образом мы с тобой начинаем моделировать наше лицо и визуально приподнимаем взгляд. Кстати, этот прием очень классно работает, если у тебя помимо нависшего века еще падающая посадка глаз. Очень часто на моих уроках макияжа для себя я вижу одну и ту же ошибку у девчонок. Почему-то кто-то сказал давно, что хайлайтер под бровкой это классная тема для того, чтобы увеличить глаза. И все начинают прям хреначить под бровь яркие блестящие тени. Почему этого делать нельзя? Все, что блестящее, оно визуально увеличивает предмет, на который мы смотрим. И получается, нанося сияющие тени под бровку, мы визуально увеличиваем нависание этот кожный капюшон. Таким образом становится еще больше эффект нависшего, уставшего века, даже как будто ты немножко заплаканная. Для того, чтобы нивелировать эту ситуацию, я рекомендую тебе делать следующий прием. Вместо хайлайтера, во-первых, воспользуйся консилером более светлого оттенка, который ты наносишь под бровку и мягко втушевываешь века. После этого заполируй консилер легкой, светоотражающей пудрой, тоже светлого оттенка. Таким образом, ты с одной стороны и поднимаешь визуально бровь, делая более четкой, более ровной. Но с другой стороны, у тебя нет вот этого предательского нависания, как ты сейчас видишь на экране, до и после. Третье правило в работе с новейшим веком — это стойкость. Когда мы с тобой игнорируем стойкую подложку под макияж, то, к сожалению, из-за активной мимики, из-за особенностей анатомии новейшего века, зачастую к середине дня или к концу дня наши тени скатываются в предательскую складочку. И у тебя действительно, когда ты закрываешь глаза, просто такая пятнышко из теней. Это некрасиво, это неаккуратно и неэстетично. Для того, чтобы этого избежать, необходимо использовать стойкую базу праймер. Если ты хочешь какой-то один универсальный продукт, то я рекомендую тебе базу праймер от NARS. Она достаточно мягкая, она хорошо работает с тургером кожи. То есть, если у тебя есть на веке вот эти вот предательские маленькие морщинки, она их немножечко сгладит и не подчеркнет. У нее есть единственная фишка в использовании. Нужно либо дождаться ее полного высыхания, а потом уже открывать глаза, либо еще очень часто я эту базу праймер потом мягенько заполировываю какими-нибудь сатиновыми тоненькими тенями для того, чтобы она у меня намертво зафиксировалась и никуда не уходила. Ну а так вообще очень стойкий продукт на невестах. Кстати, его тоже часто использую. Следующий секрет работы с новейшим веком это игнорировать кожную складку и рисовать затемнение именно по косточке. Как ты видишь сейчас, кончиком ручки кисти я показываю тебе, где располагается косточка века. Ты можешь себя прощупать в этот момент. И когда ты будешь наносить либо бронзер, либо какие-то нежно-коричневые тени для того, чтобы обозначить границу твоей тушевки, ты должна работать именно ориентируясь на эту косточку. То есть фактически ставить кисть в упор и через кожу прощупывать эту косточку. Для того, чтобы получить вуальную тушевку, я рекомендую сначала использовать какие-то нежно-коричневые тени. В данном случае я использовала тени из палетки Charlotte Tilbury, на которые уже делала обзор на этом канале. Если ты еще не посмотрела, обязательно посмотри. И после этого я использовалась любимым бронзером от бренда N-Beauty для того, чтобы сделать еще более мягкий переход. И тоже есть небольшой нюанс с тушевкой теней, когда мы говорим про нависшее века. Очень часто я вижу ошибку, что тени при тушевке начинают заваливать глаз вниз. Для того, чтобы сделать правильное направление, изначально это должна поставить ручку кисти в направлении будущей тушевки. Причем, если мы говорим про высокую бровь, как у меня, ты можешь спокойно вытушевывать вот так вот в диагональ в висок. Если мы говорим про более низкую посадку бровей, когда бровь немножечко сокращает пространство до ресничного края, то в этом случае лучше вытушевывать все в горизонталь. Еще одно правило при работе с нависшим веком, это использование более светлых, нежных оттенков теней на центре века. Желательно, чтобы они были с легким перламутром. Дело в том, что сияющие тени на центре века, они максимально увеличивают вот это подвижное веко, которое у нависшего века чаще всего маленькое. Обычно для нависшего века я делаю мягкие полусмоки, как сейчас, то есть делаю активную складочку и в цвет складочки подбираю оттенок теней с блесточками с маленьким легким перламутром. И не стоит затемнять подвижное веко целиком, потому что таким образом расстояние от складки века схлопнется и глаз будет смотреться еще меньше. Если мы с тобой говорим про стрелки для нависшего века, то здесь, конечно, нужно иметь сильную крепкую руку. А если серьезно, самое главное в стрелке для такой формы века, это рисовать ее вне твоего глаза, то есть на висках, как это сделала я. Для того, чтобы построить такую стрелку, прежде всего прокрась межресничное пространство, после этого вытяни стрелку и, не доходя до складочки своего века, закончи ее. Получается, что твоя стрелка аккуратная, маленькая, направление стрелки скорее более горизонтальное, и она заканчивается там, где начинаются у тебя расти реснички. То есть вот это вот место. Сильно на центр века я ее не увожу. В противном случае, когда мы с тобой выводим стрелки на центр века, получается, что опять-таки вот это маленькое расстояние от ресниц до складки, оно съедается темной стрелкой и создается эффект еще более таких уставших глаз. Лично я такое не люблю. Но опять-таки, если у тебя слишком нависает кожный капюшон, например, вот так вот, то, возможно, просто стрелка это не твой вариант макияжа. Либо сделай стрелку растушеванной, либо постарайся ее мягенько оформить тенями, то есть не стоит добавлять сильной графики. Кстати, на моем канале уже был урок о том, как простроить стрелку карандашом, тенями, гелевой подводкой, лайнером. И если ты его еще не посмотрела, то я тебе рекомендую его посмотреть. Последний секрет работы с новейшим веком — это не игнорировать нижнее веко. Для того, чтобы нижнее веко было аккуратным и увеличивало глаза, необходимо для начала безопасно прокрасить его бронзером, а уж потом усиливать глубину под ресницами. Когда мы с тобой игнорируем нижнее веко или рисуем его слишком графичным, создается эффект, знаешь, таких глаз каких-то запавших, каких-то грязных, и это никому не идет. И опять-таки, когда у тебя слишком сильно нависает кожная складка, зачастую именно нижнее веко — это твое пространство для творчества. Потому что все, что ты там нарисуешь сверху, когда ты будешь смотреть вот так, даже никто не увидит. Ну и самый-самый последний секрет, который я очень люблю — это активно прокрасить ресницы тушью. Очень многие мне советовали обратить внимание на тушь от бренда Luxe Visage, и я могу сказать, что это классная годная тушь. Так что те, кто комментировал ролик о том, как выбрать тушь для ресниц, спасибо вам большое. Я написала себе много заметок и классных продуктов. В каждом ролике, как всегда, у нас с тобой конкурс, и этот ролик не исключение. Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе? Лайк к этому видео, подписка на мой канал, в комментариях мы пишем секретное слово, спрятанное в этом видео. Секретное слово этого видео я пишу там, где Дарина перестает зевать. Это расслабление. Да, я думаю, что ты зеваешь, а я смотрю на тебя, я тоже хочу зевать. Секретное слово этого видео я спрятала там, где объясняю тебе, как находить ту самую складочку века для растушевки. Я надеюсь, что я тебя не утомила и показала тебе инструкцию о том, как работать с новейшим веком. На самом деле, для меня это такая очень трепетная тема, потому что я действительно постоянно работаю и над качеством кожи, и над отеком, и постоянно использую эти фишечки в своем макияже для того, чтобы никто никогда не догадался, что у меня есть вот такая вот жирная складка. Спасибо, что участвуешь в конкурсе, спасибо, что активничаешь в комментариях. На самом деле, самый ценный актив этого канала — это то классное общение, которое у нас происходит вот здесь вот, внизу, в комментариях. Будь красивой каждый день, это просто. Пока!